Друзья, всем привет! Привет всем новым, привет всем старым подписчикам, привет просто зрителям! Сегодня будет такое видео, покажу несколько автомобилей, которые, собственно, вы покупаете. И почему я назвал так видео, как не попасть на топляк, да, чуть было, не купили топляка. Ребят, никогда не торопитесь с покупкой автомобиля, никогда! Автомобиль может быть реально весь целенький, может быть идеальным, да, как внутри в салоне, так внешне, так и технически он может быть идеальный. Так вот, осмотрел я автомобиль, осмотрел и все, и человек его, ну, в принципе, все, все говорит, берем. Никогда не торопитесь, если машина нет статистики, нужно обязательно ее искать по другим посторонним ресурсам. Так вот, сделали запрос, нашли автомобиль, автомобиль был утоплен. И, причем, знаете, ну, есть реально топляки, так называемые, которые, в принципе, можно рассматривать в покупке, да, там автомобиль где-нибудь стоял. Ну, грубо говоря, я утрирую там в луже, да, по колесам в воде, там в салон вода не попала. Опять же, на свой страх и риск, да. А есть такие автомобили, вот сейчас на экранах вы увидите картинку, видите картинку, да, который, ну, автомобиль, он реально, он затоплен, просто все в воде было. Так вот, ребят, никогда не торопитесь. И, в принципе, в принципе, я никогда не рекомендую покупать не аукционные автомобили. Да, есть такое исключение с каких-нибудь там аукционов, битых машин, но когда у нас есть подтверждение, да, прям на 100% мы уверены, что это, то, что это не топляк и все остальное. Сейчас вам покажу интересный автомобиль, в котором я нахожусь, я не знаю, догадались вы, не догадались по шильде, да, то, что это Honda, это Fit, сейчас выйду на улицу, расскажу, покажу подробнее. Итак, Honda Fit 2011 года выпуска, объем двигателя 1.3, коробка передач, вариатор, серый, практичный цвет, резина летняя, окрас заднего левого крыла, была вмятенька на двери. Пробег 60 тысяч, чисто опрятный, салон, запаски нет, ремкомплект, заднее сидение, второй ряд сидений складывается в ровный пол, до конца сидений опускать не буду, я думаю, вы догадались. Вот, трансформация, как в обычных фитов, редкий автомобиль, очень редкий. Руль идет обычный, у автомобиля два ключа, складывание зеркал, подстаканник, дуйки, автоматические стеклоподъемники, магнитола обычная, камеры заднего вида здесь нет, вариатор, об этом я уже сказал. Документы на автомобиль, стоимость автомобиля 595 тысяч рублей, 50 тысяч пробег, ну здесь 59 тысяч, также есть верхний бардачок 595 тысяч, весь комплект документов, автомобиль 2011 года выпуска, пригнал в транспортную компанию, сейчас оформим и автомобиль у нас уедет. Друзья, забираю очередной автомобиль, это хонда везель, как видите, бесключевой доступ, это не гибридная версия, сейчас заведу, отлично, завелся сам, пускай греется. Так, он был проверен на днях, выкуплен, вспоминаю какой год, 16-й год, объем двигателя полтора литра, скайпка погреется. 16-й год, объем двигателя полтора литра, машина бальная, 4,5 балла, пробег в районе, по-моему, 30 тысяч, сейчас посмотрим. Несколько дней назад смотрел автомобиль, ладно, к пробегу вернемся. Хорошая комплектация у него, летняя резина, штатное литье, фары, как видите, линзованные, шильда, выдвижная антенна, хромированные ручки, по низу идет у него обвес. Многие спрашивали, и многие, некоторые спрашивали, что вот это такое вот за наклеечки, что это такое, кто это лепит. Вот, ребят, это идет все заводское. Задняя часть автомобиля, RS-овский, сверху у нас плавник, минус визелей, говорил об этом постоянно, мне не нравится, как расположена вот эта вот ручка, согласитесь? Ну, высота, да, мне где-то по грудь, ребенку будет тяжеловато сюда добраться, как ни крути. Хорошее, объемное багажное отделение, полка, полка смешная, что мне нравится по багажному отделению, здесь нет пластика, здесь практически нет пластика, да, он есть немного выше, а здесь у нас тканевая обивка. Стоимость автомобиля, полтора миллиона рублей, это очень хорошая цена за данный автомобиль. Вот таким образом складывается второй ряд сидений, тоже очень удобно. И еще он поднимается вот так. Тоже хорошая, хорошая трансформация салона. Такие автомобили есть гибриды. 4ВД гибриды. Гибрид здесь идет полноценный. Не конкретно на этом автомобиле, если автомобиль идет 4ВД. Пробег на автомобиле 38000, это настоящий родной пробег данного автомобиля. Очень хорошее состояние салона. Прям реально, ребят, очень хорошее состояние. Электронный ручник, брейк-холл тоже. Удобная тема, аистоп. Сенсорный климат-контроль. Выдержание в полосе. Круиз-контроль. Управление меню. Bluetooth можно подключить. В принципе, есть все для комфортной езды на автомобиле. Минус 15 на улице показывает, но у нас который день, который день дует ветер на улице. Поэтому очень холодно. Сейчас иду за машиной. Посходит к мне продавец. Говорит, с декабря месяца поступают ему звонки. Спрашивают меня. Друзья, у меня один номер телефона. Один. 8, 914, 321, 1364. Указан он под каждым видео в описании канала. Посмотрите состояние подключения в пространстве на автомобиле. Вообще, всего навесного. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас обгоню его в транспортную компанию. В принципе, сюда нужно докупить только конвектор, чтобы наши волны ловились. Транспортный будет договор. Все как обычно. Стоимость автомобиля полтора миллиона рублей. Это Toyota Premium. Автомобиль 2010 года выпуска. Какой у него бордовый цвет. В ПТС он указан как красный. Десятый год. Объем двигателя полтора литра. Передний привод. Автомобиль целый. Аукционный. У него есть два крашеных элемента. Заднее левое крыло. Заднее левое арка. Идет под крас. Но! Но! Пробег на автомобиле очень маленький. 3000 километров. Здесь. Закрыли на это глаза. Неплохая комплектация. Повторители. Бесключевой доступ. Подписчик все знает. Далили немного бензина. И закрыли нам бак. Как видите, это седан. Последнее время почему-то... Почему-то седаны не особо актуальны. Кстати, вот Алион премию относится к той категории автомобилей, которые можно найти реально с небольшим пробегом. Там 50 тысяч. 60-30 тысяч они попадаются. Покупили зимнюю резину. Упаковали в багажник. Вот, пожалуйста, багажное отделение. Четыре колеса. Размер 185-65 на 15. Свободно влезли. Это уже рестайлинг идет. Стопори тут другие. Салон светлый. Салон светлый. Бардачок у нас есть. Ой, бардачок у нас есть. Подлокотник у нас есть. С двумя подстаканниками. Тоже очень удобно. Задний ряд сидений, он складывается вот таким вот образом. Это очень удобно. Это тот авто... Ладно, к отделке мы сейчас вернемся. Кармашек. Есть пепельница, что в наше время уже не актуально. У нас в тренде быть здоровыми. Чистенький, аккуратный салон. Приятное состояние салона. Простой, неприхотливый. Двигатель 1NZ. Да и вообще, в принципе, автомобиль неприхотливый. Обслуживание. Автомобиль реально надежный. Руль здесь идет обычный, пластиковый. Ой, у нас который день уже ветер дует. Такой серьезный. Докупили, значит, масла, фильтра. Сейчас упакуем все. Упакую все аккуратненько. SD-карта нет, но SD-карта у нас есть. Где-то мне ее отдали. Вот она имеется у нас. Все отлично. Коробка передач. Вариатор двигатель 100, 109, по-моему, лошадиных сил. Руль идет обычный пластиковый. Кнопка запуска двигателя есть. Зеркала складываются, регулируются автоматические стеклоподъемники. Здесь у нас бардачок. И вот здесь еще один такой вот бардачочек. Кто-то даже продавец, видимо, мелочь оставил свою. Он у нас... Здесь можно вот поднять, да, и поставить сюда бутылку. Либо опустить. Будут у нас подстаканники. Итак, сверху у нас тоже бардачок. Но здесь японец сюда встроил для платных дорог. Здесь у нас пепельница, прикуриватель. На премию я столкнулся. Была у меня премию. То, что... Короче говоря, давай искать... Ну, не прикуриватель, а розетку на 12 вольт. И не нашел. Перерыл, все. Оказывается, есть такие комплектации. Здесь у нас идет климат-контроль. Камера заднего вида здесь нет. Ну и далее. Все по стандарту. Я хотел бы остановиться, наверное, на отделке салона. Ребята, это один из тех автомобилей, да, где... Ну, такая... Я назову это добротная отделка, да, еще существует. Потому что вот здесь пластик. Пластик, здесь тканевые вставки. И пластик, он мягкий идет. Вот взять тот же самый фит, да, какой-нибудь шаттл, спайки. Везде галимый пластик. И пластик твердый. Здесь, посмотрите. Вот он прям, прям мягенький идет. Также у нас есть здесь пищалки. Ставимость автомобиля недешевая, недешевая. 950 тысяч рублей. Автомобиль... Ну, у меня был такой автомобиль в пользовании. Вот. Года, наверное, полтора, а то и два, я уже не помню. Ну, достойный автомобиль. Меняй масло, меняй масла, меняй фильтра, ничего с ним не будет. Я говорю, простенький в обслуживании, все очень просто. По месту. Места, в принципе, тоже здесь хватает. Да, как и там по ширине, так же и по высоте. Вот, допустим, в Альфе там вообще практически места нет. Здесь у нас подсветка идет. Тоже очень удобно, то, что есть подсветка. Вот такой вот у нас автомобиль. Тоже очень удобно. Вот. 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 Продолжение следует...